Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, предлагаю вашему вниманию два текста Священного Писания. Первый текст из книги пророка Исаии, 53 глава, 10 и 11 стих. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. И второй текст, это Евангелие от Луки, 23 глава, 35 стих. Хочу обратить внимание только на одну строку из этого стиха, на первую строчку. И стоял народ, и смотрел. И стоял народ, и смотрел. Братья и сестры, картина распятия Иисуса Христа не оставляет равнодушным ни одного человека. Люди реагируют, реагируют по-своему на то, что видят на Голгофе. Пророк Исаия, мы читали сейчас, за 700 лет до событий на Голгофе описал эту картину страданий Иисуса Христа. Когда я держу свою Библию в руках, вот 53 глава, братья и сестры, находится в центре Библии, вашей и моей. И события, которые происходили на Голгофе, они тоже находились в центре жизни народа израильского. 700 лет было дано народу, чтобы люди всматривались, вслушивались, спрашивали, рассуждали, задали вопрос. Может быть, подобно, как, помните, Ефиоплянину, вельможи Кадаки, который приехал на поклонение в Иерусалим, который также сидел, читал книгу пророка Исаии, и он задал вопрос Филиппу, о ком пророк говорит это? Спустя 700 лет за Иерусалимом, на месте, называемое Лобное, произошло страшное преступление. Люди распяли Сына Божьего, невинного Сына Божьего. Четыре евангелиста, они описывают это событие. И евангелист Лука подчеркивает, как бы, вот эту общую картину людей, что там происходило. И он пишет, мы уже прочитали и обратили внимание на это слово. «И стоял народ и смотрел». Ничего особенного, знаете, люди всегда смотрят, когда происходят события. Вы обращали внимание, люди собираются и смотрят. Произошла авария, что люди делают? Смотрят. Если это в деревне, может быть, где-то в сельской местности, проходят похороны. Но люди собираются, смотрят. Свадьба происходит, тоже люди собираются, смотрят. Вот такая специфика, такая психология, такое, знаете, вот отношение людей к событиям. И когда мы смотрим немножко чуть ниже, в этом же стихе, 35-м, Евангелие от Луки, разные отношения было. Обратите внимание, стоял народ и смотрел, но реакция людей была разная. Мы читаем, насмехались же вместе с ними и начальники, говоря, «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Это одна реакция. Смотрите дальше, 36-й стих. «Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус. И говорили, если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими, еврейскими, «Все есть царь иудейский». Такое мнение, такая группа людей была. Обратите внимание, отношение свидетельства одного из распятых со Христом, один из повешенных злодеев, злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». И когда мы собираем, знаете, вот эту картину, смотрим всех евангелистов, мы видим, что люди дают свою оценку на происходящее. Люди видят, люди смотрят, и люди дают свою оценку. Но есть еще один взгляд. Есть еще одна личность, которая тоже смотрела. И когда мы смотрим, братья и сестры, на события, происходящие, мы понимаем и видим, что небо смотрело. Бог Святой смотрел на все эти события. Мы смотрим, читаем, евангелист Луки в 44-м стихе в этой же главе описывает, что произошло, реакция природы на все эти обстоятельства. «Был же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. Иисус возгласил громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои придаю Дух Мой». И сие, сказав, испустил Дух. Для Отца Небесного, для Святого Бога это были самые трудные моменты, если будем говорить в Его жизни или в Его отношениях, когда Он видел, смотрел на страдания единственного Сына Своего. Но и еще одна личность смотрела на эти события. Мы прочитали с вами дважды. Обратите внимание, как пророк Исаия подчеркивает, после того, когда мы смотрим 10 стих, «Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению, когда же душа Его принесет жертву и милостивление, Он узрит». Он узрит, Христос увидит после того, когда завершится искупление рода человеческого. Пророк подчеркивает, Христос узрит. И в 10 стихе, мы снова встречаем, в 11 стихе, на подвиг души своей Он будет смотреть. И смотреть не просто с вопросом равнодушно, Он будет смотреть с довольством, в другом переводе с радостью будет смотреть, с удовлетворением будет смотреть. Два слова, братья и сестры, хочу обратить, особо дорогие для моего сердца. В 10 стихе и в 11 он узрит, и он будет смотреть. В первом случае пророк говорит, что страдания Иисуса Христа не будут напрасными. Страдания Иисуса Христа будут иметь колоссальные последствия. Мы даже трудно представить, братья и сестры, то, что произошло на Голгофе. И когда Христос, Он будет смотреть, Он узрит, и пророк говорит, Он узрит что-то особенное, братья и сестры, потомство, которое будет жить вечно. Потомство долговечное. Какие драгоценные слова Он увидит. Не человек увидит, а увидит Бог, увидит Христос, потому что Господь говорит, я смотрю не так, как смотрит человек, потому что если бы человек смотрел, и мы видели реакцию людей, то-то насмехается, то-то обращается фарисеи, книжник, говорит, садись со креста и веруем. Поэтому реакция учеников тоже была. Разбежались. Кто-то стоял, как мать Иисуса Христа, плакала. А впоследствии мы находим реакцию учеников, когда не шли, двое из них шли в МАУ. Вспомните, уже после воскресения Иисус Христос присоединился к ним и задает им один вопрос. О чем это вы, я рассуждаете, между собою и от чего вы печальны? И вот ответ одного из них, он говорит так, а мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. А мы надеялись было, что придет царствие, восстановит царствие. Но вот уже три дня как прошло. Вот такая реакция, братья и сестры, когда мы, люди, смотрим. Пророк Исаий тоже говорит и включает, наверное, и всех нас с вами. Мы видели Его, Он говорит. И в Нем не было ни вида, ни величия. Мы видели Его, не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Это отношение, реакция и нас с вами. Но Христос смотрел на подвиг, на события на Голгофе, братья и сестры, совершенно по-другому. Он увидит потомство долговечное. Позвольте вот для сравнения, может быть, для иллюстрации привести один известный для всех нас пример, который связан с жизнью патриарха Авраама. Помните, в его жизни было ожидание наследника. Проходили годы и десятки лет. И одно из таких вот бесед, разговоров, встреч, когда Господь вновь обращается к престарелому, пожилому человеку, у которого по-человечески перспективы иметь детей совершенно нет. И вот книга Бытие, 15 глава, 5-6 стих, говорят нам следующую, беседу передает. «И вывел Бог, вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь честь их». «И сказал ему, сколько будет у тебя потомков». Какая прекрасная картина! Мы можем себе представить. Темно, ночь, и Бог разговаривает с Авраамом. Престарелый человек, седой, слышит Бог, который обращается к нему. Авраам, подними, запрокинь голову на небо. Что Авраам увидел, братья и сестры? Тысячи, десятки, миллионы мерцающих звезд. И Бог говорит, «Авраам, если можешь счесть их, вот сколько будет у тебя потомков». Вы знаете, Писание говорит, что в этот момент, когда Авраам рассуждал, когда он смотрел, наверное, глаза наполнялись слезами, произошло что-то, особая перемена в его сердце. Следующий стих, шестой нам говорит, следующий. Произошла вот эта кульминация, произошло спасение этого человека. Написано, шестой стих, «Авраам поверил кому? Поверил Господу, не имея на руках ребенка, глядя на эти звезды, его сердце наполнилось доверием Богу, поверил, и Бог, написано, вменил ему в праведность. Авраам был спасенный, находясь вот в том месте». Братья и сестры, Бог выполнил обещания, данные Аврааму. Если вот эти события говорят о о людях, о потомстве, братья и сестры, как вы думаете, неужели Бог не ответит, не отреагирует, не благословит, не даст потомство своему возлюбленному сыну, тот, который молился о прощении? Он увидит потомство, Он узрит, как много. Книга Откровения дает нам небольшую картину, хотя бы отчасти. Когда мы смотрим 5 глава, 11 стих, помните, Иоанн тоже что-то увидел, когда дает описание престола, там, где находится Агнец, ящий на престоле, 24 старца, множество ангелов. И вот 11 стих написано, и число, которые стояли там пред престолом, было их тьмы тем, и тысячи тысяч, братья и сестры, они поют песнь, они говорят, кто они, что они омылись кровью Агца. Братья и сестры, это наследие, которое Христос, пророк Исаия говорит, Он узрит, потомство, которое будет жить вечно. А чуть позже, в 7 главе, Иоанн снова показывает нам эту картину, и в 9 стихе, книга Откровения, в 9 стихе, 7 главы, снова мы увидим число стоящих, и Он говорит так, «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех колен, племен и колен, и народов, и языков стояло пред престолом и пред акцием». Дорогая церковь, братья и сестры, Господь увидел, еще в книге пророка Исаида пророчество говорилось, и Христос стоял и видел эти тьмы, тем число людей, которые никто не мог перечесть. Позвольте еще один коротенький пример жизни Авраама, книга Бытие, 22 глава, говорит нам о том, что Господь испытывает веру Авраама, и Он обращается к нему и повелевает ему принести в жертву единственного возлюбленного сына Исаака. Мы знаем эту историю, мы знаем результат, мы знаем вот эту беседу Бога с Авраамом. И вот интересно, обратите внимание на некоторые стихи, 16 стиха, 22 главы книга Бытие. «И сказал, то есть Бог говорит, мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело, не пожалел сына твоего, единственного твоего, 17 стих, я благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря». Дорогая церковь, братья и сестры, если Бог так высоко оценил послушание Авраама, который он готов был принести в жертву единственного сына, но не принес, потому что Бог остановил, то неужели он не благословил и не благословит подвиг сына своего, который принес в жертву и милостивление, и Господь не остановил в самый момент, когда прибывали гвозди, когда поднимали тело на кресте над землей, когда люди глумились, плевались, когда били по терновому венцу, не остановил. Почему? Потому что Бог хотел, чтобы в потомстве, в этих тьмы тем, тысячи тысяч, число, которое никто не мог перечесть, были мы с вами, братья и сестры. Это цена подвига, которым Господь Иисус совершал на кресте. И с того времени братья и сестры Царство Божие пополняется, думайте, как часто, как много. Книга «Деяния апостолов», 2 глава, 47 стих, есть замечательная мысль. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Братья и сестры, как часто Господь прилагает спасаемых. Ежедневно работа Духа Святого не остановлена, работа Бога не остановлена, он будет трудиться и трудится, братья и сестры, тогда, когда мы находимся здесь, Бог прилагает спасаемых к церкви. Дома ли, в церкви, в тюрьме, на воде, где бы люди не находились, при каких бы обстоятельствах, на одре болезни и смерти, Бог прилагаемых прилагает спасаемых церкви. Итак, Христос дает истинную оценку своему подвигу, потому что именно так пророк Исаия говорит, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством, с удовлетворением, с радостью, братья и сестры, но не только он увидит. Провод говорит о том, что вот это дело, которое Христос совершил, вот это искупление, страдание, смерть, Бог особо подчеркнул, Бог особо возвысил и называет это подвигом. Не просто каким-то хорошим поступком, благородным, нет, подвиг, подвиг это особое слово, оно означает поступок достойный ободрения, подражания, с подвигом всегда связывает, когда человек готов и отдает свою жизнь ради других людей, за какие-то особые заслуги, у всякого подвига есть свои параметры. Может быть, спортсмены измеряют свои подвиги золотыми медалями, военные люди свои подвиги измеряют какими-то тоже событиями, связанными на войне, рискуя своей жизнью. Но истинный подвиг, совершенный ради спасения других, именно когда отдается жизнь, особо как-то отмечается, люди увековечивают эти имена, памятники, пишут картины, песни, как-то хотят особо отметить, братья и сестры, но есть измерение и у Голгофского подвига, есть измерение, мы прочитали в этом стихе через познание его, познание Христа, он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Братья и сестры, вот величие Голгофского подвига, чтобы оправдать многих, нужно понести их грехи, взять их на себя, это есть истинный подвиг, который очень высоко в глазах Бога, и Бог не остается, братья и сестры, в стороне, Он хочет по-особому отметить подвиг своего Сына. Обратите внимание, как заканчивается последний стих этой главы, 53 главы книга пророка Исаия, Бог говорит, Бог реагирует на подвиг Сына Своего, и Он пишет так, 12 стих посему, «Я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причен был, тогда, как Он понес на Себя грехи многих из-за преступников сделался ходатаем». Будет особый какой-то момент, братья и сестры, я не знаю, когда это произойдет, в какой момент, но мы будем свидетелями этого, когда Отец по-особому отметит подвиг своего Сына, Он говорит, «Я дам ему Христу часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что Он душу свою предал на смерть и к злодеям причен был». Вот истинный подвиг, братья и сестры, который увековечен навсегда, во веки веков, который увековечен и провозглашается и сегодня, братья и сестры, причина, по которой мы сегодня собрались с вами, мы хотим тоже посмотреть. Я бы не хотел, чтобы мы были теми числа народа, который стоял и смотрел. Братья и сестры, у церкви есть способность и возможность, духовная возможность тоже сегодня смотреть. Через несколько короткое время мы будем с вами петь гимн и последний шестой куплет им есть прекрасные слова. «Взойдем на Голгофу, мой брат». Посмотрим, что мы, братья и сестры, сможем увидеть в этом. Посмотрим, как нашей греховности яд в страданиях горьких Христа истомил, как дорого нам спасение купил. Пойдем перед ним. Просестры, у нас есть возможность тоже посмотреть на подвиг сына и выразить наши отношения к нему. Каждый день мы можем открывать эту книгу, книгу пророка Исаию, либо евангелистов, либо послания. Когда мы вчитываемся, мы тоже видим. Мы видим подвиг сына. Дорогой друг, дорогая душа, я хотел бы обратиться к тем, которые никогда еще не вкушали вот этой радостью спасения, которые еще не являются причисленными к множеству, к числу тех, мы тем и тысячи тысяч спасенных. Дух Святой особым образом, я верю, подчеркивает, говорит, касается, призывает и показывает, ты еще не в числе этих спасенных. Возможно, пусть это воскресное служение, это день, когда мы по-особому возвеличиваем, провозглашаем, и через короткое время, братья и сестры, каждый из нас будет участвовать в провозглашении, в принятии, в благодарности, страдания Иисуса Христа через принятие хлеба и вина. Пусть этот день для тебя, дорогой друг, который еще не откликнулся на призыв Христа, который еще не принял вот этот подвиг, будет для тебя днем радости, днем встречи, днем спасения, и да поможет в этом тебе Господь. А мы будем молиться с вами. Аминь. Помолимся, Господь.